Зимняя замкнутость. Странный гость побывал у меня в феврале. Снег занес мою крышу еще в январе, предоставив мне замкнутость дум и деяний. Я жила в заперти, как огонь в фонаре, или как насекомое, что в янтаре, уместилось в простор тесноты идеальной. Странный гость предо мною внезапно возник, и тем более странен был этот визит, что снега мою дверь охраняли сурово. Например, я зерно моим птицам несла. Можно ли выйти наружу? — спросила. — Нельзя. — мне ответила сильная воля сугроба. — Странный гость, говорю вам, неведомый гость, он прошел через стенку насквозь, словно гвоздь, кем-то вбитый извне для неведомой цели, впрочем. Что же еще оставалось ему, коль в дому, замрованном в снежную тьму, не осталось для входа ни двери, ни щели. Странный гость, он в гостях, не гостил, а царил, он огнем исцелил свой промокший цилиндр, из-за пазухи выпустил свинку морскую и сказал. О, пардон, я продрог, и притом я ошибся. Когда проходил напролом в этот дом, где теперь простудиться рискую, я сказала. Огонь вас утешит, о гость! Горсть орехов, вина быстротечная гроздь, Вот мой маленький юг среди вьюг справедливых, Что касается бедной царевны морей, Ей давно приготовлен любовью моей. Плод капусты, взращенный в нездечных заливах, Странный гость похвалился. Заметьте, мадам, что я склонен к слезам, Но не склонны к следам мои ноги промокшие. Весь я! Загадка! Я ему объяснила, что я не педант, И за музыкой я не хожу по пятам, Чтобы видеть педаль под ногой музыканта. Странный гость закричал, Мне не нравится тон ваших шуток. Потом будет жуток ваш стон, Очень плохи дела ваших духа и плоти. Потому без стыда я явился сюда, Что мне ведома бедная ваша судьба. Я спросила его, почему вы не пьете? Странный гость не побрезговал выпить вина, А прометчивость уст его речи свела Лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу. Протяжение спора угодно душе. Вы, дитя мое, баловень и протеже, Я судьбу вашу как-нибудь переиначу, Ведь не зря вещий зверь чистой шерстью белел. Ошибитесь, возьмите счастливый билет, Выбирайте любую, любую утеху, мирскую. Поклонилась и я гостю. Вы очень добры, До поры отвергаю я ваши дары, Но спасите прекрасную свинку морскую. Не она ль мне по злому сиротству сестра, Как остра эта грусть, Озираться со сна Средь стихии чужой, Я к своей не пробиться. О, как и нежно, Марина, моря на моря, Неизбежно манят и минуют меня, Оставляя мне детское зрение провиться. В остальном, Благодарная доброй судьбе, Я живу, как желаю, Сама по себе, Бог ко мне справедлив И любезен издатель. Старый пес мой Взымает к щеке, как щенок, И широк дивный выбор Всевышных щедрот, Ямб, хорей, Амфрихай, Анепест и дактиль, А вчера колокольчик В полях дребезжал. Это старый товарищ Ко мне приезжал, Зря боялась. А вдруг он дороги не сыщет? Говорила, Когда тебя вижу, Булат, Два зрачка От чрезмерности зрения болят, Беспорядок любви В моем разуме свищет. Странный гость засмеялся, Он знал, что я лгу, Не бывало саней В этом сиром снегу. Мой товарищ с товарищем Пьет в Ленинграде, И давно уж собака моя умерла, Стало меньше дыханием В груди у меня, И чуряются руки, Пера и тетради. Странный гость подтвердил, Вы несчастны теперь. В это время открылась Закрытая дверь, Снег все падал и падал, Не зная убытка. Сколь вошедшего облик Был смелый пригож, И влекла петербургская Кожа-калош, След лукавый и резвый, Как будто улыбка. Я надеюсь, Что гость мой поймет и зачтет, Как во мраке лица Серебрился зрачок, Как был рус-африканец И смугл-россиянин. Я подумала, Скоро конец февралю, И сказала вошедшему, Радость! Люблю! Хорошо, Что между нами Не быть расставанием. Друзья, Подписывайтесь, Поддержите канал, Нажав на кнопку. Спасибо! С уважением к вам! Павел Бесидин Продолжение следует... ...